Кто пишет лживые статьи, тот платит штрафы. Кому все-таки удалось стать партнером американской биржи Nasdaq и какая компания получила кипрскую лицензию, вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте! Комиссия по ценным бумагам и биржам США SEC подозревает 27 физических и юридических лиц в распространение заказных информационных материалов, которые создавали у инвесторов впечатление, что они считают независимую и непредвзятую аналитику на инвестиционных сайтах. В ходе расследования SEC выяснила, что публичные компании нанимали промоутеров, которые рекламировали их акции, а позднее к этой схеме были привлечены авторы, публиковавшие якобы независимые статьи исследования. Причем более 250 статей были специально помечены, как оказалось, ложными сведениями о том, что авторы не получают никакой компенсации за материалы от компании за те или иные рекомендации. Американский регулятор предъявил обвинение в мошенничестве трем публичным компаниям и семи коммуникационным агентствам, а также двум топ-менеджерам компании, шести сотрудникам фирм и девяти автора. 17 обвиняемых дали свое согласие на выплату штрафа, размер которого варьируется от каждого отдельного случая от 2200 долларов до 3 миллионов долларов в зависимости от степени тяжести мошеннических действий. Американская компания Nasdaq, которая и принадлежит популярной бирже Nasdaq и 8 других европейских бирж в Балтийском регионе, подписала соглашение с корпорацией бирж и клиринговых организаций Гонконга. Отныне Nasdaq будет предоставлять главному в Гонконге рынку производных инструментов торговую технологию, которая позволит ускорить его экспансию, улучшить качество посттрейдингового обслуживания и усовершенствовать технологию управления рисками в режиме реального времени. Такая выгодная дружба откроет путь для ряда улучшений в Гонконге, включая возможность клиринга через центрального контрагента, а также поможет повысить качество управления рисками, сопряженными с торговлей такими инструментами, как акции, валюты, сырьевые товары и классы активов с фиксированным доходом. Кипрский финансовый регулятор, комиссия по ценным бумагам и биржам Сайсек выдала свою лицензию провайдеру торгового софта компании Capital.com. Теперь разработчик технологий может предлагать финансовому рынку свои услуги и продукцию киприотам, а также другим европейским участникам индустрии официально. Финтех компания Capital.com разрабатывает программные решения для торговой индустрии и планирует запустить уже в течение второго квартала текущего года набор мобильных приложений, ориентированный как на профессиональных, так и на начинающих трейдеров. Штоп-квартира компании расположена на Кипре в городе Лимассол. Генеральный директор Capital.com прокомментировала радостную новость и отметила, что несмотря на то, что компания только в начале своего пути, они все равно стремятся создавать современные мобильные приложения, ориентированные на финансовый сектор и находить инновационные способы применения искусственного интеллекта. На сегодня это были все новости индустрии. Выпуск подготовлен совместно с редакцией Форекс Магнет. До встречи завтра на Дугаскопе ТВ.